Пятый микрорайон стройплощадка. Здесь во время подготовительных работ по возведению многоэтажки из-под ковша экскаватора выкатились боевые снаряды. На место тут же выехали саперы. Они подтвердили опасения. Находками оказались минометные мины времен Великой Отечественной. Боеприпасы калибром 82 миллиметра в боевом состоянии со взрывателями. Мины вывезли на полигон и уничтожили. По информации специалистов, здесь в 2010 году нашли сотню таких же. Они лежали вместе. Уже под финал войны в 44 году, когда началась знаменитая операция Багратион, под Бобруйском скопилось довольно большое количество немецких войск. Знаменитый Бобруйский котел. И собственно говоря, части советской армии применяли здесь весь спектр вооружения. Собственно, как и немцы, которые пытались сначала вырваться из котла, а потом, соответственно, оборонялись в этом котле. Очередное подтверждение исторических фактов нашло себя в этот же день, но уже на Ванцете. Там во время закладки труп вблизи дома 12, где, к слову, в мае бушевали страсти. Из-за нападения бойцовской собаки на людей нашли снаряд калибром 100 миллиметров. Его коммунальники сюда доставили вместе с песком. Как пояснили специалисты, боеприпас мог взорваться от сильного удара или теплового воздействия. Осколки в случае ЧП разлетелись бы на 600 метров и могли нанести серьезные увечья людям. Снаряд, мина, бомба представляет огромную опасность. Дело в том, что изначально оно и создано, чтобы боевать людей. Страшными являются авиабомбы и снаряды для минометов, потому что они крайне нестабильные. И вот особенно, если читаем хронику первого десятилетия посевоенного, именно на таких боеприпасах очень часто подрывались люди. Тогда была целая волна вот этих вот подрывов. Саперы оперативно сработали и уничтожили снаряд на полигоне. Но предполагают, что на этом тревожные сообщения не прекратятся. Опасные отголоски далеких лет еще сохранились в земле. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.